А вот и очередное путешествие. Я напоминаю, что этот мультимедийный комплекс работает у нас весь день, особенно вечером. Представьте, каково, когда будет темно, вставать в эту иммерсивную выставку. На экранах работы разных фотографов практически со всех уголков России. В качестве телепортов города и села традиционная обувь наших предков – лапти, которые дают прочувствовать погружение в эпоху. А еще здесь же, в Верхнем городском саду, рязанцы могут вручную изготовить еще один исконно русский артефакт – подкову. Правда, из картона. По словам организаторов, такой сувенир станет не только напоминанием о фестивале, но и обязательно принесет счастье. Кстати, по традиции, каждый год форуму дают новое имя. В этом году оно звучит как юность древних городов. И многие площадки посвящены как раз этой теме – преемственности поколений, юности, вечной юности древних городов, которая продолжается в новых поколениях его жителей. И среди участников как раз в основном молодежь. На главной аллее – подвижные игры и творческие мастерские. Своими впечатлениями юные участники с удовольствием делились с ведущим мероприятием. Еще понравилось рисовать. О, а что ты рисовал? Фотно. Рисовала и творила из картона и молодежь постарше. Студенты приняли участие в конкурсе диском. Вот только креативить пришлось в помещение из-за погодных условий. Дизайнеры работали над созданием въездных знаков городов России. Среди них Тула, Владимир, Казань, Нижний Новгород, Ростов и, конечно же, Рязань. Оценивать мы будем по трем категориям. Это креативность, то есть интересная подача того знака, который они будут показывать. Дальше исполнение, аккуратность исполнения. Ну и потом также защита. Каждый свой знак будет защищать. То есть будут рассказывать и говорить, почему и как он был сделан, и почему он выглядит именно так, как они это представили. Над идеей дизайнеры размышляли несколько дней, а вот на выполнение задумки у них было порядка пяти часов. Всего восемь команд, в каждой из которых от двух до пяти человек. Это, например, въездной знак Ростова. За основу ребята взяли исторические факты, а также символику города. Вообще символом города является олень, который, собственно, представлен на гербе. И за основу этого мы как раз взяли форму, условную форму рога оленя, которая как раз ляжет в основу нашей инсталляции. Победители конкурса инсталляции отметят памятными призами и грамотами. Форум древних городов стартовал. И теперь все работы можно увидеть в Верхнем городском саду. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».